Здравствуйте, дорогие мои девочки! Ну что, как обычно, начинаем наши еженедельные посиделки. В общем, читала ваши комментарии. Очень было мне приятно, что вам понравилось оба платья, как я их стилизовала, что я с ними придумала, ваше мнение читала и даже кое-что записала. Спасибо вам, дорогие мои! Ну, правда, были некоторые комментарии. Кто-то там, гости моего канала, писали о том, что много болтовни и мало сути. Я, правда, не понимаю, какой сути от меня ждут люди. Те, кто первый раз впервые зашел на мой канал, я хочу объяснить. Я не стилист, не профессиональный дизайнер. Я просто обыкновенный человек. Делаю, создаю сама для себя образы. И с вами делюсь, показываю вам, что я ношу, как я сочетаю одежду, как я комбинирую ее, что я придумываю, делюсь с вами своими идеями. Ну, в общем, все по-простому, как говорится. Ничего особенного я там не показываю, чтобы... Если кого-то интересуют показы мод, то это, в общем-то, не ко мне, друзья. Поэтому сути от меня не ждите. У нас просто девчачьи посиделки. И я думаю, у нас собралась команда единомышленников, которым приятно со мной общаться и которые не думают о том, что я слишком много болтаю. Ну, как без болтовни? Ну, есть что рассказать и показать. И вот сегодня тоже, друзья, сейчас буду вам показывать, рассказывать по хвостушке. В общем, все как всегда. Что я делала целую неделю? Захотелось мне поехать в ткани и купить себе бирюзового цвета ткани на брючке. Ткань мне попалась 90... Со слов продавца, девочки, потому что ничего здесь в Израиле не написано, состава ткани нет. И со слов продавца 95% вискозы и 5% эластана. Я нашла подходящий цвет, такой, как мне нравится. Купила. Ну, ткань немножечко тянулась. Ну, думаю, ладно, ничего, с этим справимся. Мы, швейницы, рукодельницы, знаем, как шить ткани, которые немножко тянутся. Пришла домой на подъеме. Вдохновение у меня было большое. Раскроила брюки, такие сделала их широкие. Благополучно пошила эти брюки и начала их разглаживать. Друзья, ну это просто какая-то проблема. В одном месте гладишь, в другом месте внется. И так я потратила минут 20 на все это дело, плюнула и решила заглянуть в интернет. Решила эти брюки сделать сжатыми. Ну, терпеть не могу гладить одежду. Я думаю, таких, как я, очень много, которые не любят гладить одежду. Я готова перемыть горы посуды, но только не гладить одни брюки. В общем, заглянула и нашла очень интересный рецепт. Сначала вам покажу, какие брюки я сделала, а потом расскажу, каким образом я это сделала. Вуаля! Вот такие брючки. Смотрите, девочки. Вот такие сжатые, мятые брючки получились. Внизу я их собрала на резиночку. Конечно, если бы ткани я взяла немножко больше, я взяла всего метр двадцать, метр десять при ширине полтора метра. А если бы я взяла два метра, можно было бы поперечно их раскроить и сделать еще шире. Потому что во время сжимания ткани они стали уже. А мне хотелось, чтобы они более широкие были. Но все равно они получились очень даже неплохо. Теперь рассказываю, как я это сделала. Еще раз показываю. Вот такие брючки получились. Смотрите, девочки. Сжатые, мятые. Теперь не нужно морочить голову и их отглаживать. И теперь мы благополучно будем их носить с удовольствием. Вот такие вот чудные брючки. Рассказываю. А, так это еще не все. С одного на другое перескочило. Ну ничего, вы уже привыкли, поэтому поймете меня. Вот. И еще, девочки, вот такой вот шарфик. Узенький, мятый, сжатый. Смотрите, какая прелесть. Эту ткань еще в интернете написано, что она называется Крэш. Вот так. Получился еще кусочек остался. Я сделала шарфик. Я думаю, он очень нам пригодится. Вы же помните про парные вещи. Теперь рассказываю, как я это делала. В интернете я прочла, что нужно брючки намочить в воде, как следует отжать, скрутить, как следует в жгут. Потом закрутить это все. Я это все, девочки, не снимала, потому что у меня не было никакой уверенности, что эти брючки выживут в микроволновке. Вы слышите? В микроволновке. Вы не ослышались? В интернете написано, что их нужно уложить в микроволновку. Что я и сделала. Жгутом закрутила, замотала колбаской, завязала веревочкой на тарелку и в микроволновку. 4 минуты они у меня грелись на самой маленькой температуре. Шарфик, правда, я уже рискнула на более высокой температуре. И нужно будет на кусочки еще сделать эксперимент. У меня просто не было времени на эксперименты. Потому что хотелось сейчас и сегодня. Я нетерпеливая. Терпение никогда не входило в число моих добродетелей. Но я уже говорила, я овен, а овнам это присуще. Бежать впереди паровоза. Девочки овны меня знают. Поймут. Вот. И на 4 минуты поставила в микроволновку на самую низкую температуру. Через 4 минуты сделала перерыв 4 минуты. И так 5-6 раз. Я сделала 6. Я не уверена. Да, повесила сушиться в таком же виде. Ну, немножечко раскрутила и на веревочку бросила. Все это... А, нет. Спешу. Еще феном чуть-чуть так посушила сверху. А потом уже на веревочку бросила. Когда это все высохло, я, естественно, раскрутила, встряхнула, вдела резиночку внизу и резинку вовнутрь на талию. Сначала я их помяла. Вот. И получились вот такие чудные брючки. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы они были немножечко пошире. Я думаю, пошире, как шароварчики, они бы выглядели еще интересней. Но главное, что у нас? Начало. А потом мы с вами начнем дальше. И жать, и мять все, что только под руку попадется. Так же, как мы с вами, помните, делали платок, поливая его хлором, косынку и еще там что-то. Ну, в общем, я уже увлеклась этим, теперь хочу все, что можно измять, чтобы не гладить. Не люблю. Но, девочки, очень хочу услышать, дорогие мои, может быть, кто-нибудь знает более интересный способ. Я так предполагаю, что эти брючки доживут до первой стирки. И потом снова их придется опять таким же образом приводить в сжатый вид. Ну, в принципе, в этом ничего страшного нет. Вот. Но, может быть, кто-то знает способ более интересный, чтобы эти брючки даже после стирки остались сжатыми. Вы обязательно мне об этом напишите. Потому что, ну, я уверена, что множество способов имеется таких. В общем, получилось в гардеробе новая вещь. Сжатые брючки и шарфик. И сегодня я с ними, девочки, собрала интересный лучок. Давайте, наверное, сразу посмотрим, дорогие мои. Вот такой у нас свежий, летний, нежный образ получился. Я вспомнила про платье из сетки и решила его сюда добавить. Ну, жаль, немножко не хватает ширины мне этим брюкам. Ну, ничего, это же наш первый опыт. В следующий раз я буду знать, сколько нужно тканей набирать. А кеды узнаете? Узнаете, девочки? Мы с вами их красили. Они были беленькие. А мы на них с вами рисовали цветочки красные и золотистые кружочки. Кстати, худи линяное куплено в мужской зале. Помните, я рассказывала, что нужно иногда заглядывать в мужские отделы. Ну, я его чуть-чуть доработала, подрезала. В общем, сделала так, как я хочу. Если кто-то собирается поэкспериментировать с брючками, напишите мне обязательно об этом. А потом расскажете, как у вас получилось. Мне очень будет интересно. Ну, что, девочки, продолжаем наши похвастушки. Я получила посылочку с Алиэкспресс. Получила... Ой, такую вещь не могу, прям влюбилась. Знаете, вот долго думала, присматривалась и потом заказала. И вот пришла мне посылочка. С нетерпением ждала. Вуаля! Я заказала себе ботинки. Смотрите, какие чудные ботинки. Посмотрите. Невероятные ботинки. Из натуральной кожи. Посмотрите, какой чудный хлястик сзади. Такие ботинки-кеды. Массивные такие. Спереди такой хлястик. Смотрите, какая внутри кожа. Плотная такая. Такие качественные. Ну, просто слов нет. Вот. Они без подкладки. Внутри такая на языке выворотка. Если это можно так назвать. Ну, в общем, просто чудные. Вот такая подошва. Извините, может быть, немножко плохо вытерла. Я их уже надела, потому что с ними уже составила вам лучок. Посмотрите. В общем, просто чудо чудное. Хотела заказать в зеленом цвете. Но, к сожалению, пока я думала, уже ботинки в таком цвете закончились. Они даже были не зеленые, а знаете, как ментоловые немножечко. Но закончились. И поэтому продавец прислал мне вот в таком желтом. Я увидела их и поняла, что они подходят мне абсолютно ко всему. Такая прелесть. Просто невероятные ботинки, девочки. Ссылочку на них я оставлю внизу в описании в инфобоксе. Может быть, кто-то захочет. Они, конечно, немножко тяжеленькие. У меня длина стопы 24,5 см. Я заказала размер 8,5 см. Но, знаете, они мне свободны. Ну, те, кто любят свободную обувь, для тех будет очень хорошо. Не критично. Это на босу ногу. Если надеть какой-то носочек, будет вообще просто чудно. Несмотря на эти дырочки, можно надеть и носочек. Если не хочется надевать на босу ногу обувь. Я небольшая любительница носить на босу ногу ботинки. Поэтому вот так. Я не уверена, что буду носить их в жару. Наверное, я дождусь. Хотя у нас в Израиле очень многие молодежи ходят в ботинках на босу ногу. Совершенно закрытых. И это нормально. Ну, наверное, я все-таки пару раз надену. Потому что, ну, как я, можно вытерпеть до самой осени. А потом подождем, пока спадет жара, и буду их носить. Ну, какое же чудо. Правда, девочки? Чудо чудное. Вот сегодня вы увидите их в лучке. Я вместе с юбкой. Ну, в общем, я уже забегаю вперед и начинаю вам описывать. Ничего описывать не буду. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Очень довольна покупкой. И последнее, что я вам хотела показать, дорогие мои, как завязывается платок. Многим понравился этот платок-косынка. Меня поправили, что это не платок, а косынка. Да, дорогие мои, это косынка. Я просто оговорилась в прошлом ролике. Ну, вот и сейчас повторяю платок-косынка. Конечно же, косынка. Кто впервые зашел на мой канал, я из куска льна. Буквально метр. Были вопросы, сколько было льна. Буквально метр. Сейчас подолевой померяю. Всего лишь был метр ткани. Вот, смотрите. Это подолевой. Вот, метр ткани был. И я его сложила углом, и получились две косынки. С разными неравнобедренные. Вот. Чтобы правильно сказать, неравнобедренные. Но это очень хорошо. В завязывании это очень-очень красиво завязывается. В общем, давайте я поставила уже зеркало рядышком, чтобы показать, как я это завязала. Это, конечно, очень просто делается. И я думаю, любая из вас это сделает, может быть, не с первого, но со второго точно раза. В общем, как бандану завязываем. Ну, можно завязать, можно просто вот так завести конец, один конец за другой. Я, чтобы не мудрить, особенно, просто завела. Закручиваем. Главное, что если косынка с хорошим рисунком, красивым, то это большой плюс. Тогда можно этот рисунок уложить как угодно. И сам рисунок украсит весь образ. Кто впервые ко мне зашел, я надевала с черным платьем, посмотрите. Ой! Извините. И такое бывает. Конечно, лучше завязать сзади. Чтобы все держалось. Ну, и черным, и так сделаем. Мы же рукодельницы. Вот так закручиваем. В интернете очень много, девочки, способов повязывания косынки. Поэтому я ничего нового вам даже не показываю. Потому как способов целая куча. И любой из вас может зайти и посмотреть. Ну, коль вы просили, и я обещала, то, конечно. Вот так. И два хвостика остается. Я их завязываю. Как помните в сказке «Вечера на хуторе близ диканьки» у прекрасной Солохи. Вот так и я завязываю два кончика. Их завязать можно где угодно. И пусть они торчат. Эти кончики придают пикантность всему образу, мне кажется. Ничего не портят. Вот так, девочки. Ну, можно так туго не заматывать, как я, чтобы они были более такие объемные. Но что дальше сзади? Вот смотрите. Сзади у нас остается такой естественный хвостик. Вот у меня девочки интересовались. Не знаю, как там получилось. Надеюсь, что ровно. И вот этот хвостик мы просто подтыкаем вовнутрь. Подоткнули вниз. И все. И немножко, поскольку у меня нет объема на голове с моей прической, нужно вытянуть этот край. То есть косынку саму надо немного вытянуть, чтобы она создавала объем. Вот. Смотрите, девочки. Надеюсь, там хорошо все легло. Вуаля, и вы звезда. Смело повязывайте косынку, ничего не бойтесь. Ну, я не глядя, не рассматривая себя в зеркало, а вы спокойно, не спеша, посмотрев сзади. То есть, ну, сколько это займет. Господи, один раз попробовали, второй раз повязали, одели очочки такие, как вам нравятся, и пошли украшать мир. Вот такая вот замечательная косынка. А если их будет несколько, то они дополнят любой наряд. Ну что, дорогие мои, а теперь смотрим лучок. А я с вами прощаюсь. Рада была с вами пообщаться. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск нового видео. И я вас буду ждать в следующем ролике, как всегда, с радостью и любовью. Пока-пока, дорогие мои. А вот и наши новые ботинки. Ну, правда, чудо. Мне так они нравятся. Ну, просто, просто нет слов. К ним я добавила от костюма льняную юбку горчичного цвета, поясную сумку, показывала вам ее недавно, и шляпу, узнаете? Мы красили ее в прошлом ролике. Кстати, кто-то из девочек писал, что шляпа после покраски становится как бетон. Ну, конечно, девочки, если покрасить ее краской масляной, для забора, она станет как бетон. А акриловые краски совсем не испортят шляпу, и не утяжелят, и она как остается такая же мягкая, красивая. В общем, ничего не бойтесь, друзья. Экспериментируйте. Бога любит смелых. И когда вы боитесь что-нибудь на себя надеть новое, то вы задумаетесь на секунду, что же может произойти. И потом поймете, ничего страшного. Только вы станете на капельку счастливей. Берегите себя, дорогие мои. Увидимся очень скоро. Ставьте лайки, если вам понравилось мое видео. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-